Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 12 января. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Юлиана Шахова. Программа «День веков. Хронограф» поздравляет всех наших телезрителей, родившихся в этот день, и желает вам счастья, здоровья, удачи и благополучия. 12 января родились многие известные люди, как прошлого, так и настоящего, среди которых... Французский писатель-сказочник Шарль Перро и американский писатель Джек Лондон. Швейцарский педагог, создавший систему начального образования Иоганн Пестолоцци. Российский реформатор, советник Александра I Михаил Спиранский и немецкий философ Евгений Дюринг. Российский физик, отец советской атомной бомбы Игорь Курчатов и организатор первой в СССР женской тракторной бригады Прасковья Паша Ангель. Российский конструктор ракет Сергей Королев и российский авиаконструктор, соавтор Мигов Михаил Буревич. Латвийский композитор, автор песен Раймонд Паулс и итальянский кинорежиссер Лилиана Кавани, известный по фильмам «Ночной портье», «Берлинский роман». Сегодня 12 января, вы смотрите программу «День веков хронограф», а в этот день во всемирной истории произошли следующие события. В 1682 в России была отменена система местничества, распределение чинов в зависимости от родовитости. В 1773 английский мореплаватель Джеймс Кук первым в мире пересек Южный полярный круг. И в этот же день и год в Чарльстоне был открыт первый в США публичный музей. В 1793 Россия и Пруссия договорились о втором разделе Польши, и в 1816 правительство Франции приговорило всю семью Бонапартов к вечному изгнанию из страны. В 1820 в Англии было основано Королевское астрономическое общество, и в 1908 был проведен сеанс радиопередачи «Сейфелевой башни». И в 1943 в ходе Великой Отечественной войны началась операция по прорыву блокады Ленинграда. Сегодня 12 января, вы смотрите программу «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в государстве российском в былые времена. 12 января 1682 года при царе Федоре Алексеевиче Земским собором в России была отменена система местничества. Местничеством в средневековой Руси называли порядок распределения служебных мест с учетом происхождения и служебного положения предков лица. Формирование государственного аппарата с конца 15 века осуществлялось по принципу местничества, в значительной степени воспринятому из польско-литовского законодательства. Система местничества была основана на критериях знатности происхождения. Чем выше стояли предки претендента, тем более высокий пост в государственной иерархии он мог занять. Эта практика превращала боярство в замкнутую корпорацию, подменяла общесоциальные интересы сословными. Помимо знатности лица, принадлежности его к определенной фамилии, учитывалось и положение претендента внутри своего рода. Старшие в роду имели преимущество. Имели значение и заслуги предков. Сын боярина, проявившего себя на службе, имел приоритет перед своим же двоюродным братом, чей отец никаким образом себя не прославил. Местнический порядок затруднял подбор служилых людей, поэтому с середины 16 века некоторые назначения на должности производились прямыми указаниями Ивана Грозного. Вместе с тем местничество способствовало консолидации аристократии и превращению ее в элиту общества. Даже приглашенные к царскому столу бояре сидели в соответствии со своими титулами. Между аристократами часто возникали местнические споры. Кто знатнее, кто имеет право на должность, эти споры разрешал, как правило, сам царь. С участием чиновников разрядного приказа. В 1682 году система местничества была отменена приговором Земского собора, как являющая собой пережиток прошлого. 12 января 1722 года Петр I учредил новый государственный орган прокуратуру, а в качестве одной из главных целей деятельности прокуроров назвал ограждение населения от неправды чиновников. Прокуратура звалась оком государевым, а генерал-прокурору повелевалось сидеть в Сенате и смотреть накрепко. Также указ Петра I устанавливал быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору. Суд же стоящих перед прокурорами задач царь Петр выразил предельно ясно. Сейчин, як око наши, истряпчий о делах государственных. В указе определялись обязанности сенаторов. Спустя несколько дней были установлены должности прокуроров при надворных судах. На должность генерал-прокурора Петр возлагал большие надежды и назначил на эту должность Павла Ивановича Ягужинского. Первое время генерал-прокурор прилагал немало усилий, чтобы навести в Сенате элементарный порядок. Тайный советник и отлейб гвардии капитан Петр Андреевич Толстой. Ты! Изменнику смерть! Генерал-прокурор, граф Павел Иванович Ягужинский. Ты! Смерть! Коллегиальные решения были еще чужды сознанию самолюбивых сановников. Сенаторы не привыкли считаться с чужим мнением и уважать его. Поэтому в Сенатском собрании зачастую возникали ссоры, крики и брань, а иногда и драки. В связи с этим в октябре 1722 года Ягужинский написал особое предложение Сенату, в котором просил сенаторов воздержаться от ссор и споров, ибо прежде всего это неприлично для такого учреждения, как Сенат. Функции прокуратуры были довольно широки, хотя и видоизменялись, особенно после судебной реформы 1864 года. В отдельные периоды генерал-прокурор выступал не только как густитель законов, но и как министр финансов, юстиции и внутренних дел. Особенно наглядно это проявилось во времена царствований Екатерины II и Павла I. Обегных и каторжников. Где прячешь? Да господь с тобой, господин генерал-прокурор. На моем заводишке все людишки из деревенек, что государь мне отписал в отчину. А беглых и каторжных мы не видели. А покажи-ка мне подвалы Невьянской башни. Россия может гордиться своими государственными деятелями, законниками и генерал-прокурорами Павлом Ягужинским, юристом Дмитрием Замятиным, Дмитрием Лобановым, ростовским, тонким дипломатом Дмитрием Дашковым, выдающимися поэтами, совмещавшими занятия юриспруденцией и литературой Гавриилом Державиным и Иваном Дмитриевым. После Октябрьской революции 1917 года органы прокуратуры, как известно, были ликвидированы. В декрете о суде номер один отмечалось упразднить до ныне существовавшие институты судебных следователей, прокурорского надзора, а равные институты присяжной и частной адвокатуры. Советская прокуратура была создана в мае 1922 года, когда Калинин, как председатель ФЦИКа, подписал принятое этим органом положение о прокурорском надзоре. В нем говорилось, учредить в составе Народного комиссариата юстиции государственную прокуратуру. Были определены и ее функции. С 1996 года, 12 января, отмечается в России как День работника прокуратуры. Продолжение следует...